Любишь возиться с нитками? Сегодня мы поделимся с тобой лайфхаками для шитья и рукоделия, с которыми справится даже новичок. И для начала займемся преображением скучной однотонной футболки. Подворачиваем рукав, закрепляем ткань пяльцами, простым карандашом рисуем вот такой треугольник. Еще два треугольничка, поменьше, просто отмечаем точками. К розовой ткани мы подобрали нитку насыщенного синего цвета. Для начала вышиваем маленькие треугольнички, внутри делаем пару коротких стежков. Двумя большими стежками отмечаем контур большого треугольника по центру. Прошиваем его несколькими параллельными стежками под наклоном. На подвернутом рукаве вышиваем закрытые глазки с ресничками. Несколько минут и твою одежду украшает самый милый единорожек на свете. Кстати, говорят, что если девушка вышит единорога, то очень скоро встретит свою настоящую любовь. Проверим? А для следующей идеи мы возьмем моток зеленой пряжи. Нитку нарезаем на кусочки, длинную нить складываем вдвое. Берем два небольших отрезка, один из них кладем под нитку, второй укладываем поверх. Концы нитей протягиваем в петли. Затягиваем узелок. Ниже связываем еще одну пару. Продолжаем обвязывать центральную нить. Соблюдаем направление связок, чтобы не сбить рисунок узелков посередине. Опускаем нитки вниз. Подстригаем ножницами, чтобы придать изделию характерную форму листа. Прочесываем нитки частым гребешком и немножко распускаем края. Декорируем по центру ниткой жемчуга. Получилась оригинальная подвеска для сумки. Тропический тренд завоевывает все новые и новые позиции. Так что сочный пальмовый лист не только освежит и поднимет настроение, но и добавит бонусных очков твоему стилю. А теперь берем канву на пяльцах и рисуем на ней стебель с листочками. Первым делом вышьем контур стебелька вот так. Прошиваем серединки листочков. Соблюдая направление стежков, вышиваем середину листиков плотной гладью. А теперь берем иголку с желтой ниткой и плоскую расческу. Прикладываем ее к ткани и делаем стежки, пропуская нитку через зубцы. Разворачиваем расческу, приподнимая ниточки. Обрезаем. Получился красивый и пышный цветочек. Рядышком вышиваем полостатую пчелку. С помощью ручки делаем вот такую голубую петельку. Обматываем петлю ниткой и вытаскиваем расческу. Перехватываем петельку стежком, чтобы у пчелки появились крылышки. Наша яркая картинка готова. И трудолюбивая пчелка уже летит собирать нектар с цветка. Смотрится очень мило. Для следующей идеи нам понадобятся вилка и розовые нитки. Заводим нитку между первым и вторым зубчиком. Далее обводим ниткой зубцы вот таким образом. Двигаясь слева направо, повторяем движение ниткой. Делаем примерно от 15 до 20 полных оборотов. Обрезаем нитку, оставляем небольшой кусочек. Вдеваем иголку. Разворачиваем вилку и поддеваем иголкой весь столбик из петелек. По очереди обвязываем каждый из зубчиков. Снимаем заготовку с вилки. Заводим иголку в крайнюю ячейку. Проводим нитку через петлю и хорошо затягиваем. Точно так же стягиваем и с другой стороны. Получился нежный лепесток из ниток. Делаем еще пять таких лепестков. Шиваем их ниткой. В серединку вшиваем бусину. Готово. Теперь берем булавку для значков. Ниткой закрепляем цветок на булавке. Получилась изящная брошка цветок. А сделать ее своими руками сможет даже начинающий мастер. А теперь покажем, как украсить старую джинсовую куртку с помощью яркой вышивки. К кармашку куртки прикладываем шаблон мордашки лисенка. Переносим рисунок на джинсу. Закрепляем нужный кусочек ткани пяльцами. Верхнюю часть мордочки вышиваем оранжевой гладью. Нижнюю часть лисички делаем белой. Красной ниткой вышиваем шапочку и бантик. Вот такими несложными стежками, хорошо затягивая черную нитку, вышиваем носик, глазки и ротик. Такой же он симпатяга. После таких не очень сложных манипуляций, надоевшая куртка снова смотрится яркой и нарядной. К тому же такого милого рыжули уж точно ни у кого не будет. Для следующего лайфхака рисуем на конве вот такие цветы и вооружаемся зубочистками. Крепим зубочистки к головкам цветов, размещаем их крест-накрест. Берем иголку с оранжевой ниткой, прошиваем ткань с изнаночной стороны. Обводим зубочистки по кругу ниткой, наращиваем ряды до нужного размера. Закрепляем узелком с изнанки. Теперь берем красную нитку. Большими стежками закрепляем оранжевые нитки на ткани. Теперь, когда нитки пришиты, зубочистки можно вытащить, но цветочку еще не хватает серединки. Используем желтый цвет ниток. Прошиваем ткань и накручиваем нитку острием иголки. Намотав достаточное количество, прошиваем петельку иглой. В вышивании это называется французский узел. Выглядит как кучерявая тычинка. Украшаем тонкими загогулинками всю серединку цветка. Аналогично вышиваем еще два цветочка. Стебельки вышиваем стежками иголка назад. Листики заполняем зеленой гладью. Что может быть лучше цветов, расцветающих буквально на твоих глазах? Яркий летний мотив однозначно радует взгляд и согревает душу. А теперь поделимся идеей вышивки на тонкой органзе. Вставляем ее в пяльцы. Берем кусочек канвы и булавки. Накладываем канву и приметываем ее булавками. С ее помощью мы без труда выполним вышивку крестиком на нежной органзе. Используя синее мулине, вышиваем на канве облачко. Оттеняем облако нежно-голубыми бликами. При помощи пинцета распускаем канву. Вначале вытягиваем нити по вертикали. Затем аккуратно избавляемся от остальных. По такой же схеме вышиваем облако поменьше. Карандашом рисуем воздушный шар. Тонкой золотой нитью прошиваем контур. Вышиваем шар цветными мулине. Украшаем золотистым декоративным шнуром. Сверху крепим милый желтый бантик. Готово. Получилось очень красиво. Невесомая органза, кучерявые облака – не картина, а просто загляденье. Для следующей идеи вышивки снова натягиваем на пяльцы канву. Рисуем тарелку и столовые приборы. Вдеваем в иголку черное мулине. Крупными стежками повторяем контуры тарелки. Затем прошиваем рисунки ножа и вилки. Берем толстую желтую нить. Прошиваем середину тарелки большими хаотичными стежками. Чтобы картинка получилась объемной, поддеваем иголкой стежки, немного вытягивая желтые макаронины. Продолжаем. Вышивать, пока на тарелке не образуется полноценная порция спагетти. Делаем большой стежок по направлению к вилке. Нитку не подтягиваем. Наматываем макароны на зубцы и обрезаем ниточку. Украшаем блюдо помидоркой из красной пуговицы и ниток. Ммм, какая вкусная паста! Жалко, что не настоящая. Макаронная вышивка уже готова украсить твою кухню. А сейчас расскажем, как украсить воротник джинсовой куртки. Нам понадобится атласная лента и иголка. Намечаем место и белыми нитками вышиваем вот такую снежинку. Ленту вдеваем в иголку. Второй конец ленты подворачиваем и прошиваем. Затягиваем узелок, прошиваем снежинку по центру. Поддевая иголкой нитку через одну, протягиваем ленту по кругу. Стараемся не очень стягивать ленту, чтобы цветок получился более объемным. Получилась вот такая розочка. Затем берем отрезок желтой ленты. Прошиваем центр цветка с изнаночной стороны. Наматываем ленту на острие и еще раз прошиваем серединку. Декорируем воротник крупными и мелкими цветами. Хрупкие розы на грубой джинсовой ткани смотрятся по-особенному нежно. Иногда любимые джинсы рвутся в самом неожиданном месте. К счастью, все поправимо. В иглу с широким ушком вдеваем толстую розовую нить. Капиллярной ручкой рисуем вокруг дырки сердечко. Место рисунка фиксируем пяльцами. Начинаем вышивку с центра сердечка. Движемся от центра сначала к одному краю, затем к другому. На первый взгляд вышивка готова, но это еще не все. Начиная с самой нижней точки прошиваем рисунок горизонтальными стежками. Поддевая нитки в шахматном порядке, создаем вот такое плетение. Вот теперь сердечко готово. Приступаем к ремонту оторванной шлевки. При помощи яркой пуговки крепим ее к сердечку. Так мы не только отремонтировали порванные джинсы, но и с помощью вышивки придали им нотку нежности и романтизма. Продолжение следует...